На портале «Эксгет» поступил вопрос, стоит ли стремиться к браку, если всю жизнь живёшь в блуде и собираешься заводить детей, вот как раз к браку в этой ситуации надо особенно и сугубо стремиться, именно стремиться, понятно, что, может быть, на данный момент вы не способны на… чтобы создать такой устойчивый христианский брак, потому что, ну, вы в своём роде такой наркоман от бруда, то есть, вот вас туда-сюда шатает, у вас только патологическая, может быть, неверность, к верности вы таки не способны, но есть церковная жизнь, есть покаяние, и вот бороться со своим брудом, имея цель всё-таки стяжать способность к христианскому браку, это необходимо не только с точки зрения этой жизни, потому что, ну, брудника, конечно, даже эта жизнь не очень такая, знаете, весёлая становится через какое-то время, такая неустроенность и внешне, и внутренне, это может ещё в молодости, там, в 20 лет, там, в 25, может быть, да, а вот когда-нибудь после 30-ти это всё как-то нарастает, там, все эти проблемы с блудом подрастающие, и там люди даже такие с большим брудником, что-то хотят с такого, что-то более спокойного, устойчивого, надёжного, ну, в семью, вот это сказать одним словом, но к этому надо, это не так просто стяжать после такой жизни, но можно каяться в грехах своих, бороться с ними, обязательно ходить на таинство покаяния, и, ну, если там батюшка допускает, да, таинство причастия, естественно, вот, и, и вот, чтобы всё-таки эту семью до неё дозреть, излечившись своих грехов, и это для того, чтобы спасти свою душу, брудники Царства Небесного не наследуют, у них мучение начинается здесь, правда, потом продолжаются вечности, а вот через семью мы можем стяжать Царство Небесное, брак честен и брачная рожа не скверна, поэтому дозрев до брака мы можем стяжать Царство Небесное, поэтому как цель это обязательная для каждого христианина, который не хочет, ну, и там не способен, не хочет идти в монастырь, таких людей не так много в проценте отношений, вот, а вот для семьи, в принципе, каждый может созреть вполне, но, да, в средних условиях это не так просто, но возможно, Бог может всё, и не надо думать, что если вот вы все сейчас не находите таких сил, у вас нет каких-то таких устремлений, там, детей, например, видите, как вы пишете, что это и всегда так будет, начните жить церковной жизнью, молиться, читать Евангелие, и постепенно вас душ начнёт очищаться, и вы увидите, как, например, семья и дети в этой семье, что это источник радости, не источник, зачем эти пескливые, так сказать, вот эти моськи, зачем они нужны, только жизнь бортит, нет, вы станете способны на любовь, любовь к жене, любовь к детям вашим, и, конечно, для вас раскроются другие горизонты, и вы можете таким образом, ну, снижать радость, вы поймёшь, что семья для вас нужна, именно семья с детьми, но это, может быть, не сразу, ну, знаете, как мой духовник говорил, не сразу Москва строилась, вот постепенно, постепенно вы к этому придите, Бог вам в этом поможет, и то, что вы задаёте этот вопрос, уже показывает, что в вашей душе потенциально, поспудно есть такие устремления, и, в принципе, это так и должно быть, потому что каждая душа, вроде, христианка, и эти устремления у нас заложены потенциально, потому что именно реализация этих устремлений будет нормальная счастливая жизнь, и поэтому отсюда, кстати, явление совести в душе каждого человека, верующего, неверующего, атеиста, там, не атеиста, вот надо просто слушать вот то, что у нас заложено, идти, и Бог нам поможет прийти к нормальной христианской жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok